В эфире программа День города. Студия Наталья Новикова. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Неудавшийся шоппинг. В минувшие выходные в Рязани эвакуировали два торговых центра. Платить или не платить. Уже в июне в городе появится 20 новых платных парковок. Красота, страшная сила. В Рязани состоялся финал регионального этапа конкурса «Мисс и миссис Великая Русь». Минувшие выходные ознаменовались эвакуацией сразу двух торговых центров. В субботу люди были вынуждены покинуть Викторию Плазу. В воскресенье ТРЦ «Премьер». Эти выходные рязанцы запомнят надолго. 20 мая в субботу были эвакуированы посетители центра Виктории Плаза. Сотрудники торгового центра заявили, что сработала пожарная сигнализация. Очевидцы же говорили, что посетителей попросили покинуть здание в связи с техническими неполадками. Эвакуация началась в половину второго. Из-за паники в социальных сетях появилась новость о том, что из торгового центра вывели раненого мужчину, который, по предварительным данным, получил несерьезные травмы. На деле же мужчина просто почувствовал недомогание. В интернете стало появляться множество версий, одна из которых противоречила другой. Люди не понимали, что происходит. На место срочно выехали службы, которые эвакуировали людей и не обнаружили опасных устройств и неполадок в системе оповещения. Но и в воскресенье рязанцам не позволили насладиться шопингом. В 18.45 поступил звонок от посетителя торгового центра, но уже премьера. Очевидец сообщил, что на первом этаже началось задымление. По прибытии туда первого подразделения пожарного, было установлено, что в туалете предварительно замыкание электропроводки было, в результате которого было задымление, без последующего горения. Сейчас проводится административное расследование. По записям камер наблюдения можно судить, что один из сотрудников торгового центра курил в туалете и бросил окурок в урну. В результате которого произошло тление вот этих вот бумажных там остатков и как бы, что и вызвало потом подозрение, потому что от температуры провода немножко там оплавились, я так понимаю. Сейчас виновника ищут. Из торгового центра в тот день эвакуировали около 400 человек. Платить или не платить, и где припарковать машину, паркоматы установили сейчас практически на всех центральных улицах города. Работать они еще не начали, но как только терминалы начнут функционировать, у автолюбителей вполне правомерно может возникнуть множество вопросов. А вопросы уже возникают от того, как пользоваться услугами паркомата, до вполне резонного, будут ли альтернативные бесплатные парковочные места. Уже сейчас альтернативы люди ищут как могут. В случае, если установленные по всему городу паркоматы заработают, вопросов станет еще больше. Например, какие основания есть для того, чтобы делать платными стояночные места и при этом никак не оборудовать их. Нужно будет подъехать, оплатим, конечно. А так, конечно, никому не хочется платить лишние деньги, но центр города, проезда все равно больше нигде не будет. Вон, посмотрите, что делается. Я тоже встал, смотрю, ничем же не огорожено. А смысл он стоит. Все вот приезжают, вот стоят и все равно. То есть ситуация никак не изменится из-за этих паркоматов? А как думаете, люди вообще будут платить или будут идти на ухищрения? Как в Москве, например, номера откручивают, уходят, чтобы не платить. Будут. Будут и так делать. Ну, хотя бы разметку нарисовали, как остановки выделили, так уже бы люди стали платить и видели бы. Сначала надо объяснить, как этим пользоваться. Он останавливался недавно, поставил, а как этим пользоваться не ясно. Я не им пользуюсь, я постоянно на дороге. Вы постоянно на дороге. А если остановку надо будет произвести, все равно же придется платить. Мне остановка продлевается не больше пяти минут. Я уезжаю, а тут 15 минут бесплатно. То есть вам, а когда вы, допустим, за рулем не как таксист, а как просто гражданин? Я не бываю гражданином. Сотрудники патрульно-постовой службы постоянно патрулируют наш город. А чаще всего в виде их мы думаем только о том, чтобы нас не остановили. Но иногда столкнуться с этим приходится. Как действовать в такой ситуации, расскажет Валерий Седов. Стандартная ситуация, которая может приключиться с каждым. Гуляйте вы по городу, и вас останавливает сотрудник патрульно-постовой службы. Капитан полиции, чейкинг. Придите ваши документы. Повода волноваться нет. Скорее всего, это обычная проверка документов. Тем не менее, есть некоторые юридические моменты, соблюдение которых очень важно. Так, первым делом сотрудник патрульно-постовой службы должен сделать вот что. При обращении гражданина сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилии, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение. После чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения гражданину меры ограничения его прав и свободы, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Процесс проверки документов в некотором роде взаимный. В свою очередь, вы можете попросить полицейского сначала предъявить его служебное удостоверение. Он обязан его вам показать в развернутом виде, не передавая в руки. Теперь не страшно и свои показать. Перечень документов, которые могут удостоверить вашу личность, весьма широк. Кроме паспорта, это может быть загранпаспорт, пенсионное или водительское удостоверение. Если документов у вас с собой не оказалось, то главное не чувствовать себя правонарушителем. Но для полицейского такой поворот событий может послужить основанием для того, чтобы предпроводить вас в отделение полиции для выяснения личности. Возражать не стоит, это законно. Однако можно предложить варианты. Например, проехать к вам домой и ознакомиться с документами. Или позвонить по телефону родственникам или друзьям с просьбой доставить документы. Счастливого пути. И ничего страшного в этом нет. Получается, что в этой процедуре нет ничего страшного. Правда, для некоторых это большой стресс. Но есть перечень тех вещей, которые делать нельзя. Нельзя грубить, хамить, обзывать сотрудника полиции. Также срывать нагрудные знаки, погоны. Сотрудники полиции такие же люди, как и мы с вами. Поэтому противиться такой рутинной процедуре не стоит. Вы и себе время сэкономите, и полицейскому. Нелегальные таксисты работают в Рязани. Об этом сотрудникам полиции рассказали жители города. Меры не заставили себя долго ждать. За 4 месяца были задержаны около 90 нарушителей. Подробности далее. Спешишь на свидание, опаздываешь на поезд или возвращаешься вечером домой. В любой ситуации на помощь придут быстрые и маневренные таксисты. Легальность работы перевозчиков проверили сотрудники МВД. В ходе рейда они выявили двух таксистов, которые незаконно перевозили пассажиров. Было установлено, что 42-летние и 20-летние жители Рязани работали как таксисты, не оформив должным образом лицензии на этот вид деятельности. И других необходимых документов у них не было. Опасность в том, что водители без лицензии не проходят медицинский осмотр перед рейсом. Никто не контролирует и техническое состояние их автомобилей. Таким образом, они подвергают опасности жизни своих пассажиров. На нарушителя были составлены административные протоколы. По части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И части 3 статьи 11.14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы будут направлены в суд. Автомобиль нарушителей доставлен на штрафстоянку, на которой они будут находиться до решения суда. За 4 месяца этого года сотрудники полиции выявили 89 нелегальных перевозчиков, которые работали таксистами без оформления лицензии. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а рейсовые мероприятия продолжаются. В Ряжске прошли уже 13-е по счету горитовские чтения. Это историко-культурный проект, названный в честь освященника Василия Горитовского, первого крылья Дряжска. Каждый год горитовские чтения открываются новой темой. В этом году на научно-практической конференции говорили о столетии Великой Октябрьской революции. Это юбилейная дата большого, неоднозначного события в истории России. Безусловно, спорный и активно обсуждаемый вопрос на многих уровнях. Лучшие историки Рязани съехались на горитовские чтения в этом году. Тысячелетнюю российскую историю перерезать с 17-м годом и рассматривать как две разные нельзя. Была Россия христианская и стала Россия христианская. Была Россия товароденежная и стала товароденежная. И берусь утверждать, что нет в России эпох пустых. Горитовские чтения в течение 13 лет показывают историю малой родины в исследовании старинных зданий и улиц и сохранившихся их названий, в изучении родословно именитых людей, прославивших Ряжск. Таких, как, например, Иван Макаров, мемориальную доску которого открыли на здании Ряжской школы, бывшей мужской гимназии. Иван Макаров – один из талантливейших писателей страны, творивший в 20-е годы. Родился в Ряжском районе в 1900 году, жил в Рязани и Москве. В 37-м году был схвачен НКВД и по статье «Измена родины» был обвинен в организации покушения на Сталина и расстрелян в июле 37-го года. Надежда Крылова создала школьный музей в поселке Салтыки и открывает детям насыщенную и глубокую прозу писателя-земляка, которого Горький называл классиком отечественной литературы. А рязанский писатель Ольга Сидорова-Ершова продолжает исследовать неизвестные страницы жизни Макарова. Литературное краеведение – это тоже большая и важная часть горитовских чтений, потому как автор и идейный вдохновитель этого проекта Сергей Филимонов, вице-губернатор Рязанской области, тоже историк и краевед, прекрасно владея словом, написал о родном Ряжске уже не одну книгу. Признание в любви к родному краю через поэзию и авторское слово, звучащее со сцены, через музыку и кино – такое соцветие жанров на горитовских чтениях всегда труд коллектива единомышленников. Михаил Тихонский, замначальника управления культуры Рязани, ведет эти встречи. А сам автор проекта Сергей Филимонов прочитал новеллы о земляках. Горитовские чтения объединяют и сплачивают, открывая все новые и новые имена, и ставя в примеры жизнь и подвиг наших земляков, судьбы которых были малоизвестны или неизвестны вовсе, а теперь стали значимы для многих молодых, задающихся вопросом, с кого делать жизнь. Чтения посвящены церковному и общественному деятелю Василию Ивановичу Горитовскому. Он по-настоящему может быть примером для многих, 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 и для молодых, и для пожилых, потому что жизнь его была посвящена людям. Горитовские чтения – это пример, достойнейший пример для всех наших городов, малых, больших, нашей страны. Это мероприятие, которое в свою идею, оно не замыкается внутри одного региона даже. Это вот тот образец, который должны воспринять очень-очень многие. Наши малые города – это гордость нашей земли. Здесь живут простые люди, но они настоящие труженики и по-настоящему с любовью относятся к своей земле. Этим и живет Россия. В Рязани вот уже в седьмой раз прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Весенние ласточки». В этот раз местом проведения соревнований стал спортивный комплекс «Арена Атрон». В командном и личном зачете приняли участие более 300 юных спортсменок. Лучшие из них смогли получить звание кандидата в мастера спорта. Подробности в сюжете Галины Ершовой. Ленда, опруч, мяч – простые на первый взгляд предметы становятся коварным испытанием для юных спортсменок. Своё мастерство они показали на традиционном турнире «Весенние ласточки». На него слетелись более 300 гимнасток из семи регионов России, среди которых Тула, Калуга и Владимирская область. Соперницы все приехали достойные, достаточно сильные. Немного страшного, волнение всё-таки остаётся. Но так как в родном зале уже не так страшно, поэтому ковёр знакомый. Всё так легче, программа уже год работает, должно всё получиться. Ужасно. Каждое выступление я всегда волнуюсь, ничего не помогает, как не успокаивает. Это всегда волнительно, очень переживаешь. Алина Сивальева занимается художественной гимнастикой уже 13 лет. В этом году девушка получила звание мастера спорта и стала двукратной чемпионкой области. Но за громкими званиями скрывается напряжённая работа, отдохнуть от которой не удаётся. Прибычка, уже прям вот живёшь этим. То есть уже тренировки, тренировки. И без тренировок уже никуда. И спорт, ну, всегда. Мысль только о спорте. Тренировки каждый день, кроме воскресенья, воскресенье выходной. По четыре часа, пять в день. То есть шесть иногда бывает. Ну, уже привычка, уже прям, ну, без этого даже жить невозможно. Девушки начинают спортивную карьеру в 3-4 года. В этом возрасте акцент делают на общую физическую подготовку. В шесть лет переходят к упражнениям. Российская сборная регулярно приглашает к себе лучших из лучших. Их отбором руководит лично главный тренер сборной Ирина Винер. Выступить перед мастером удалось и рязанской спортсменке Дарье Мироновой. Чуть-чуть волновала. Я очень много работала за площадкой перед тем, как выйти, ну, показаться перед ней. И у меня все получилось. Сделала без потерь. С такими песками пьемпионкой. Несмотря на важность личного мастерства, сейчас наиболее востребованными для сборной становятся гимнастки, умеющие выполнять групповые упражнения. В групповых упражнениях на ковре сразу пять человек делают упражнения. И здесь нужна очень сильная, как бы, хорошая координация. Не сильно хорошая координация, чтобы не столкнулась. И вот такие большие по площадям спортзалы, они предоставляют нам развивать групповые упражнения. Художественную гимнастику считают воплощением грации и женственности. Но, несмотря на это, она остается одним из самых субъективных видов спорта. У каждого зрителя здесь свои фаворитки. Ведь в очаровательной улыбке и легкость движений невозможно не влюбиться. Рязанцы все больше и больше стремятся приобщиться к искусству. Недавно в нашем городе прошла ночь в библиотеке. А в минувшую субботу горожане смогли в непривычно позднее время посетить экспозиции рязанских музеев. Причем сделать это абсолютно бесплатно. Впервые посетить музей в непривычно позднее вечернее время приложили жителям Берлина в 1997 году. В нашей стране это произошло чуть позже, в 2002. Ну а рязанский историко-архитектурный музей-заповедник присоединился к акции «Ночь в музее» ровно 10 лет назад. Тогда для жителей Рязани это было в новинку. И желающих прогуляться по ночному Кремлю нашлось немного. Однако с каждым годом количество посетителей увеличивалось. Так, например, в прошлом году участниками акции стали около трех тысяч рязанцев. Очень много молодежи приходит. То есть не только возрастные категории, да, какие-то более взрослые люди осознанно приходят что-то посмотреть. Ну и так еще это является привлечением более молодого поколения. Это день, когда открыты абсолютно все выставки, экспозиции для бесплатного посещения. И народу у нас бывает всегда очень много. Помимо бесплатных экспозиций на акции «Ночь в музее» посетителей обычно ожидает множество квестов, конкурсов, викторин и мастер-классов. В этом году двумя главными темами акции стало «Столетие революции» и «Год экологии». Соответственно, и интерактивные площадки так или иначе были связаны с этими темами. Так, например, знаменитый рязанский косторез Иван Белозеров не просто познакомил посетителей с выполненными им работами, но и предоставил возможность самим попробовать себя в роли художника и сделать небольшие изделия из бивня мамонта. Как известно, резьба по кости – самая древнейшая из всех видов декоративно-прикладного. То есть, те еще люди архаичные, 40 тысяч лет назад уже делали различного рода изделия самого разного назначения, от декоративных до культовых и до оружия в виде копья, меча и так дальше. Если те люди могли, то что мешает современному человеку, обладая уже другими представлениями и мышечными возможностями, инструментарием. Мастер-класс проходил на третьем этаже Дворца Олега в окружении работ, которые также были посвящены мамонтам. Дело в том, что в преддверии акции рязанцам предложили принять участие в конкурсе «Знакомьтесь, мамонт». Дети и взрослые приносили в музей свои работы, посвященные этим древним животным. Именно так здесь появились мамонты нарисованные, сделанные из бумаги, картона, шерсти, бересты. Всего в конкурсе приняло участие более 300 работ, а возраст авторов колебался от 4 лет до 80. Ну а главной целью этого конкурса было привлечение внимания рязанцев к одному из экспонатов музея – скелету мамонта. В Рязанском Кремле он находится уже более 90 лет и, как это ни странно, до сих пор не имел имени. Вот с помощью этого конкурса сотрудники решили исправить эту ситуацию. Евгеша, Федяша, Зема, Лохматик – каких только вариантов не предлагали. Но в итоге самый известный экспонат Рязанского Кремля получил имя «Яхант». И нам оно показалось ярким, значение мы понимаем как сокровище, и решили на этом имени остановиться и дать его нашему экспонату. Так что у нас теперь в Рязанском Кремле мамонт-Яхант. Еще множество конкурсов на экологическую тематику было проведено в ходе акции «Ночь в музее». Детям и взрослым предлагали узнать, чем питаются птицы, отгадать, что находится внутри черного ящика, природный материал или нет. А также все желающие могли принять участие в экскурсии по местам Рязани, связанном с революционными событиями. В субботу в Рязани прошел конкурс красоты. Рязанские красавицы поборолись за титулы и возможность представлять наш город на всероссийских и мировых мероприятиях подобного рода. В ресторане «Небо» состоялся финал регионального этапа конкурса «Миссы Миссис Великой Русь». 37 девушек стали участницами этого масштабного и красивого мероприятия. Этот конкурс проходит у нас в Рязани впервые. Это конкурс «Миссы Миссис Великой Русь-Рязань». Это является региональный этап, отборочный этап для финала, перед финалом, который пройдет в Питере в начале августа. Конкурс отборочный. Девушка, занявшая первое место, едет в Питер, представляет наш город на всероссийском конкурсе. Самому конкурсу предшествовала подготовка. Для участницы были проведены всевозможные мастер-классы. А перед самым началом мероприятия девушки, как казалось, почти не нервничали. Рассказывали про боевой настрой и хорошее настроение. Кстати, участвовала в конкурсе и журналист телекомпании «Город» Анна Герцовская. Как у себя у самой настрой? Да я все-таки. Вы знаете, я надеюсь, что это конкурс красоты. Мне не придется много говорить, потому что голос у меня сел. Но я стараюсь. Я очень красива сегодня. Девочки тоже молодцы. Я желаю всем успеха. Всегда была жизненная целью поучаствовать в таком конкурсе. Выдалась возможность. Не упустила. Что больше не пугает? Или что вообще? Или вообще ничего? Пугает? Ничего не пугает. Меня нет. Нет, не пугает. Не пугает абсолютно. Мы надеемся только на хорошее. Это редкий случай, удачный, между прочим, очень. Дело в том, что за проблемами какими-то у кого семейные, у кого на работе какие-то проблемы. Мы немножко забываем о том, что мы женщины. И забываем о том, как себя нужно преподнести. Какой мы можем быть даже вот так, наверное. А тут возможность вспомнить. И на самом деле своему отражению каждый из нас уже радуется гораздо больше, чем каждое утро перед работой. Стимул хороший. Вел шоу актер Александр Носик. А оценивали выступления рязанских красавиц известные медийные персоны. В том числе миссия со вселенной Марии Ярошенко, известный хоккеист и олимпийский чемпион Андрей Коваленко. Всем можно поставить по 10 баллов только за то, что девчонки вышли и пытаются показать не только красоту, но и ум. Поэтому я вот, если вы посмотрите в мою статистику, у меня тут 10-9, у меня меньше нету. И я на самом деле очень приятно удивлена, что в Рязани такой уровень высокий. И мне очень нравятся участницы, особенно в категории миссис. Гости праздника вовсю наслаждались происходящим на сцене, болели за участниц и с удовольствием рассуждали о женской красоте. А вы Олег Володин? Я Олег Володин. Как вам конкурс? Супер, очень нравится. Прекрасный вечер. А вы вот как у нас вообще супер мастер по прическам оцениваете, как девушки причесаны? В кокошниках? Прекрасные прически. Вообще конкурсантки жгут, надо сказать. Что такое красивая женщина? Красивая женщина. Если у нее должны быть какие-то определенные щедрили, она просто вот будет чувствовать. Как вы это? Она должна себя чувствовать красивой женщиной. Вы знаете, я всегда больше всего ценил женщину к мудрости. Она болеет за свою маму. Она сегодня на сайте выступает в качестве конкурса. Расскажем, как тебе конкурс. Круто. В рамках конкурса прошел благотворительный аукцион. На нем были представлены поделки, сделанные руками участниц. А девушки, между тем, выходили в коктейльных платьях и народных костюмах. А вот в купальниках дефилировали только участницы категории мисс. Также зрители оценили интеллектуальный конкурс и творческие номера. А обладательницей гран-при в итоге стала Мария Дерябина. Сейчас совершенно неописываемые эмоции. Я совершенно этого не ожидала. Только радость, счастье. Спасибо моим близким, которые меня поддержали. Огромное спасибо моей дочери. С девочкой, кстати, нашей съемочной группе тоже удалось пообщаться. Я болею за маму и буду с ней танцевать. А совместный с мамой номер «Танец ангела» действительно впечатлил всех. Титул «Мисс Великая Русь» получила Мария Коротей. Девушка заканчивает школу и впереди, помимо предстоящего конкурса, «Мисс Россия» ЕГЭ. Слов нет. Я просто рада. Я всем благодарна. Я так и думаю рада. «Миссис Великой Руси» стала Наталья Шибатько. Я верила. У меня целью было до 30 лет стать миссис. И на этом на сегодня все. Смотрите новости также на сайте город62.тв. Прощаемся с вами. До завтра. И хорошего вам продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин